Друзья, огромный приветос, на связи Вадимос. Спросишь, чё не было видосов стримов, отвечаю. Фармил под x2 кодом, но фармил прилично, по сравнению с бизнесом, это рекорды. В общем, два дня, и в каждые из этих дней было 70 триллионов примерно. Ну, по итогу неплохо. Мы или когда-нибудь узнаете. А сейчас видео интересное. Какое? Оказывается, мы же тогда, помните, уровень сделать, мне сказал этот человек, который смотрел видос, то, что мы, оказывается, с тобой неправильно сделали. Мы же с тобой 23 уровня, ничего не получили. Папе не было, плюс не одарённое. Сейчас будем делать, исправляем. Давайте, берём, пробуем 23 уровень, потому что по вики даже так можно 23 спокойно сделать. Берём папе, берём старпеченьку. Почему это интересно? Ну, потому что, посмотрим, что у него по статам будет. И на викиус, мне интересно, сколько у него будет статы. Ой, я умный немножко. Так. Ладно, лайк поставь, подпишись там. И тогда у тебя под подушкой будет один робукс. Настоящий, живой. Типа реальный робукс, типа, понял, да? Вот открываешь подушку, там реальный робукс. А ну, сколько уйдёт? 26, дёшево, однако. Ну, если что, эти печеньки можно и венда выходрять. По одной там. Ладно. Чё, закупаем. Такой прикольчик. По 100 триллионов. Мне лично интересно, получится ли у нас делать сейчас гигантский уровень. Ну, то есть, серьёзно. Ещё мы возьмём с тобой амулет Луны, который тоже даёт нам момент хороший. Да, здесь не то, в этом амулете вообще не то. Сейчас увидишь, какой амулет будет. Главное сейчас накупить печенек. Давай мы-то, знаешь, как сделаем. Возьмём автокликер, чтобы оно всё было проще в тысячу раз. Всё. Теперь намного быстрее. Это у нас получается 10 квадриллионов. Вот мы с тобой проверим. Чё будет? С этим на балансе Бессор у меня примерно 150 триллионов почти. Можете показать это много, но... Чтобы сделать всех 19-м, нужно ещё столько же. Такие дела. Тереживистой информацией. С 18 на 19-й надо примерно столько же. Только... Ну, ты понял, 150 плюс 150. Примерно такое дело. Вот такие дела. Ну, ничего. В принципе, на бисмос, я думаю, у меня будут урони уже 20-е точно. То есть... К бисмосу я сделал всех 19-ми. А потом уже 20-е пойдут. 20-й уровень, на самом деле, хорошо должен нам помочь в фарме. Так, ну смотри, 96 триллионов осталось. Пофиг, это вообще мелочи. Ну, для таких чисел, которые мы закупаем, это реально мелочи. Так, давай амулет выбьем, который нам даст скидку 10%. Это максимально, что можно с этого амулета выбить. Сейчас увидишь, как называется, если вдруг не знал. Па-па-па-па-пам. Так. Бонд фром... Нет, 6% мало. Здесь спокойно дается по 10. Потому что 10 это то, что нам нужно. Так, прикольный амулет, но не тот. Бывает даже, кстати, тут очень редко он падает. Но не он, а вообще амулета хорошая. Ну, это ж лунный. В общем, не знаю, как он задумывался, но... А чё, 10% у меня было на основе? Я ж помню, это прекрасно. Поэтому пока 10 не выпадет, ничего не будет. 9%? Ну, 9 уже хорошо, давай возьмём. Но нам нужно всё равно 10. Всё-таки, когда идёт речь о квадриллионах, 1% решает. Серьёзно. Всё-таки, 1%, думаю, решит прилично. Да давай, чё ты. Та лайк не прожимает, вот поэтому не хочет оно попадаться. Серьёзно. Вот, попалась, прожал, значит. Бонд фром 30 это как раз-таки скидочка на печенюхи. Ну, в плане, когда их кормишь. Вот видишь, бонд фром 30. Всё, у нас 30%. И поехали. Первая пчела. Нулевая вообще уровень. Хотя мы можем папе сделать. Ну ладно, мы сделаем нулевую пчелу. Вот сколько печенек у меня. Давай пробуем вести. Вот так вот делаешь. И... Готов? Готов. 22 уровень. Йоу, вот это уже лучше. 22 уровень. Кто помнит, напиши, с какой мы уровень сделали в тот раз. Так. Естественно, одарённой стала. Ща мы всю еду сольём. Ради интереса. Не, ну это, блин, да. Ещё те моменты. Даже если всю еду, 23 не сделается. Не знаю, что я не так сделал. Возможно, что-то чуть-чуть не то. Ну, 90 триллионов. Решат ли они. Узнаем давай. Вот узнаем, ну. Мне кажется, не особо они решат что-то в этом плане. Но пробуем, пробуем. Чуть-чуть лучше, чем ничего. Такс. Как у нас обстоит обстановочка. Целых 90 триллионов ушло. Давай. Ау. Ну да, даже половина нет. Не знаю, как 23-ю можно сделать. Возможно и можно, если с 20-го было бы дело. Но мы сделали с нуля. И с нуля у нас 22-ю получился. 23-й никаким чудом не выйдет. Так что 10 квадриллионов нам на 23-й не хватает. Получается. Примерно 15 надо. Если не больше. Такие дела. Код, если что, 2 биллион. Используйте, когда вы уже готовы мегафармить. Это значит, мегафарм. Рассказываю, что вам нужно. Вкратце полезная информация. Смотрю до конца. Значит, нектары для вашей пыльцы. Таблички с этими нектарами будут у меня в дискорде. Ссылка в описании. Я в этом канале сегодня их по-новому опубликую. Что дает каждый нектар для какой пыльцы. Ну или там вверх пролистайте, сами найдете. Проще так сделать. Там не так высоко листать. Дальше. Вам нужно приготовить хотя бы супер смузи. Потом для танцев в храм ветра яйца. Рандомы вообще полные. Но для синих хорошо идет голденек. Часто попадало на синие поля прям много. Сильвер, в принципе, подал. Ну и вообще. Пурпо Пошин говорил мне товарищ. Там один. Что... Ну и до этого давно, еще год назад говорили, что тоже хорошо дает бусты. Но его лучше использовать так, на поле. Но можно и храм ветра задонатить. Сколько не знаю. Вроде один, а вроде больше. Вот. Иксы от сильвера и голдек от x6 или x7, по-моему, до x9 не падали. Так что вот от обычных. Даймонд теги не тратьте. Они не такие уж и полезные. Почти как голд. Серьезно. Вообще смысла нет. Не трать лучше. Просто копи на даймонд маску, если нет. А если тебе они не нужны, то, в принципе, можно и потратить. Но когда у тебя уже даймонд маска есть, помни это. Ну, а в целом, что? Нектары, если есть. Есть супер смузи. Есть кубики. Обязательно приготовь вот этих кубиков. Вот эти, вот эти, вот эти. Значит, смотри, как юзать. Берешь вот так вот глиттер, ставишь слот. Сейчас покажу. Показываю, как я делал. Ставишь глиттер, нажимаешь вот так 7. Ждешь 10 секунд. Именно 10 секунд, да. Пофиг, что у тебя заданил. Пофиг, что это. Ждешь 10 секунд. Потом закидываешь тройной кубик. Стоя именно на том поле. Не повезло, еще раз закидываешь. Если повезло, все. Вот видишь, x4. Фармишь. Потом, когда у тебя остается уже чуть-чуть, там, секунд 10, 15, 20 вот этого буста. Смотри, сколько ты глиттер включал. Вот у меня останется, смотри. 14.49, а глиттер будет доступен через 14.39. То есть у нас запас 7 секунд. То есть когда увидишь, что глиттер уже 20 секунд, прибегаешь на поле и стоишь 10 секунд. Вот пофиг, что это, там, рюкзак, нажимаешь и все. И продлевается буст. Такой небольшой лайфхак. Так что вот. Все. В общем, когда такие схемы сделал, глиттерю и зло, кубик и зло повезло на поле твое, то можешь, собственно говоря, взять суперсмузи и начинать фарм. Вот. Начали от нектара вот эти вот. Вот нектарчики у нас. Тебе для синей нужен вот этот нектар, вот этот и вот этот. Вот этот только когда разгружаешь, поэтому его храни в банке лучше. Вот. Рефрешинг чисто для разгрузки. То, что он не дает нам ничего полезного, кроме как на разгрузке. Ну, Biobility Polin полезно, конечно, но он на разгрузке хорош. Реально держать три нектара вот этих. Satisfying, Comforting, Motivating. Comforting, значит, держишь на вот этом поле, Motivating на Stampede, а вот этот на любом, на семечках, либо на... Как тебе зовут? На Pennaple, на Sunflower. Ставил обычно его. И просто вскрывал, когда он вырастал. И он давал мне по часам нужным. И так менял. Там два раза на этом, потом два на этом. И, в принципе, у меня так было по 20 часов нектара этого. Так что нормально. Ладно, надеюсь, досмотрел, полезно что-то узнал. Если есть вопросы, пиши в комментарии. Стримчик запустим. 19.41 сейчас по Москве. Ну да, запустим. Постримим, пообщаемся, поиграем. Так что залетай. Всё. Благодарю, что досмотрел. Вот такой вот видосик. Интересный. Проверили, перепроверили. Полезные штучки рассказал. Если надо знать, сколько надо в синий баентов, то где-то штучек 25. Да-да, не удивляйся. Ну, можно 23. Давай, пау.